Шаббат шалом. Итак, кто может это прочитать, прочитать это слово? Это как наша Тора называется, какая-то буква Токуф, потом К, Рей, делать Р, Ж, как К. Мы думаем К, Рей, но вообще-то она произносится как Крах. Что мы знаем про Крах? Он спустился, вот он кричит. Что интересно, когда мы думаем о этой части Торы, и как все эти мероприятия пришли, или все эти события произошли, на прошлой неделе Мария возмущалась, и она получила эту казнь, и потом я смогла дать, которые принесли плохую новость, и мы подумали, что Корей может бы понял урок, но мы начинаем с Торы числа 16, первый стих. Корей. Что его имя означает? Это Лисина. О, привет, моё имя Лисина. О, я даже это не знал. Некоторые, только если Лисое место, некоторые полностью... Но мы читаем, что был сын из Гара, сын Каафов, сын Левин. Так, он был Левитом. Но 95% Левитов никогда не были священниками. Только сыновья Аарона были священники. Левиты, и также был Дафан и Аверон. Тут где-то, помню, Дафан и Аверона, где мы их встречали? Мы скоро узнаем. Они были сыны Ильява. Еще был еще один человек, Авнан, и был сын Фалифа, это сыны Рувимовы. Вот Афан и Аверон, и Авнан, это были три мужчины, которые с колена Рувимова. И потом они нашли людей, те, которые бы последовали их в этих неправильных решениях. Выставили на Моисея, и с ними сыновь Израилевых, 250 мужей. Начальник общества, призываемые на собрания, люди именитые. Все, конечно, знали. Кто здесь прав? 250 очень известных начальников или Моисея. Не прекрасно это, когда мы подумаем об этом? Да, большинство, они в демократии не верили. Это не была демократия, что множество это решает делать решение, а Бог решает. То, что Бог говорит, это самое важное, а не большинство. И это так важно понять. Выставили на Моисея, и собрались против Моисея и Иерона, и сказали, полно вам все общество, все святые, и среди их Господь. Господь, почему же вы ставите себя выше народа Господня? Очень интересно. Они все были святые, да? Да, Бог их отделил. Бог отделил Израиль от всех народов. Да, в том случае, они были святые. Каждый человек там. Но есть разница между тем, кто ищет власть, и тем, кто смирен. Это же нам история рассказывает. Потому что, если мы вспоминаем, Моисея не хотел быть лидером. Он говорит, я не могу хорошо говорить, никто меня не послушает. И это смиренные люди, которые Бог ставит, чтобы за всех отвечали. А те, которые решают власть, они их обвиняют, говорят, что они хотят себя поднять. Но эти лидеры не хотели бы той позиции. Бог должен был их толкнуть или подтвердить что-то их не. И мы здесь считаем, что все святые. Это напоминает коммунизм. Или это продвинутые движения, которые мы имеем сегодня. Это что Корр говорит. Он хотел быть лидером. Корр хотел отвечать за всех. Корей. Корей Дан, Левит. Он берет все людей с колена Рувимовых. Посмотрим на эту таблицу. Как все это было установлено. Вот это скинь. Левиты окружали. У Левита было три сына. Кохат имел четыре сына. Амрам, Исхар, Хеврон и Лузиел. И все сыновья Аарона были священниками. И это показывает, как все колена были вокруг этой скиньи. У Левита была третья сына. Кохат имел четыре сына. Амрам, Исхар, Хеврон и Лузиел. И что произошло? Амрам, у него рожается Моисея. Исхар имеет кору. Но они дяди. Они как твои родные братья. Потому что их не братья. Потому что их нет своих братья. Вот он Левит. Но он не стает священником. Потому что Аарон, сын Амрама. Он стает священником. Дафан, Аверан и Анна. Они были все с коленом Рувимова. И это были соседи Кори. Кори не берет тех, которые вокруг этой скиньи. Он решает пойти работать вместе с Дафаном, Аверан и Анна. И они потом собирают 250 начальников. Я хочу, чтобы вы поняли, как близко Кора будет стать священником. Он двоюродный брат был. Дафан и Аверан. Они были сыновья Рувимова. Рувим, это он был первородный. Рувим уже чувствовал, что мы сам, я первый родился, мы должны быть священниками. И так Кора использует это, чтобы Рувим согласился с ним и стал на его сторону. А что потом происходит? Я хочу что-то связать с сегодняшним днем эту часть Торы. Сколько из вас знает, что есть два разделения в изламе? Есть сунни и шиа. Что у них погожее. Они обоих ненавидят Израиль. Но они также ненавидят друг друга. Вот эти две группы, которые не могут ненавидеть друг друга. И они всегда воюют. Когда Иран воевали с Ираком, это сунни против шиит. Но они собираются вместе, чтобы истребить Израиль, а потом они друг друга истребляют. Сегодня есть это движение продвинутых, которое соединяется к Исламу. Есть самоксалисты, которые ненавидят Израиль и так не присоединяются к Исламу. Но Ислам сколько их истребит, когда эта война с Израилем закончится? Это что всегда происходит в Библии. Бог собирает всех, которые возмущаются. Они не могут стоять друг друга. И у них эта цель истребить Израиль. Но когда это происходит, потом они заканчивают сушение друг друга, а между собой воюют и друг друга истребляют. И это что мы читаем здесь, в этой истории. Что произошло? Числа 14-35. У нас в прошлой неделе не возмущались. И я, Господь, говорю, и так сделаю со всеми семьям обществом. Восставшие против меня в пустыне все осенние будут погибнуть и перемрут. Что произошло? Все понимают, что у них это серьезная болезнь. Они все умерут в течение 40 лет. Никто не войдет в эту обитовую землю. Поэтому, конечно, им это не нравится. Числа 14-39-42. Это в прошлой неделе. И сказал Господь, Моисей, слово себе пред всем сынам Израилам. И народ сильно опечалился. И встал рано по утрам. И пошли на вершину гору. И говорят, вот мы пойдем на место, о котором сказал Господь. Ибо мы согрешили. Но Моисей сказал, сильно поздно. Для чего вы приступаете к повелению Господня? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразил все враги ваши. Но им было все равно. Они все равно пошли на войну. И потом их истребили. И здесь они стараются... А вряд ли они повинуются Богу, но они идут против. Когда Бог говорит, идите, они не идут. А когда Бог говорит, вы умрете, они говорят, все, мы пойдем. Теперь Бог говорит, не идите. Это не было связано с Господом. Они действовали из гордости, из страха. Может, некоторые слышали об этом, но есть разные стадии горя. Например, кто-то умирает, и теперь вам печально, и вы пройдете через эти стадии горя. Вы знаете, что изначально это не было связано с... Но это было больше связано с тем, с человеком, который умирает. Не тот, который выживает, когда тот умирает. Когда мы проходим эту модель, мы понимаем то, что произойдет с Израилем. Вот, они понимают, что они умерут в пустыне, поэтому они проходят через эти стадии. Это отрицание. Я не вижу, что это правда, поэтому они пошли воевать. А в следующей стадии это гнев, они начинают согневаться. Это Дафан и Аверон. И Кора. Потом торг, потом депрессия. И, наконец-то, они потом принимают. Дафан и Аверон, они поняли свою болезнь, и их мотивация была страх. У них не было достаточно веры. И что мы встречаем во Второзаконии 16.1.2, мы говорим, «Быстряны Господа Бога вашего, не делайте нарезы на теле вашем и не выстригайте волос над глазами вашими поумершим». Было у язычников, что если кто-то умирает, вы тогда вырываете свой волос, когда вы в горе. Например, когда коры был печаль, то он вырвал волос, и поэтому у него была лисина. И Бог говорит, «Не делайте нарезы». В Исламе есть день, когда они режут себя. Это ужасно. У католиков во время послания себя бьют. Но здесь мы читаем, «Не делайте это, ибо ты народ святой, вы отделены от всех». И теперь избрал Господь, чтобы ты был сотен Его народом из всех народов. Вот коры, он слышит, он говорит, «Мы все святые». Но проблема, это он старался сделать себя лидером, но обвинял тех, что они старались попасть на эту позицию. Очень часто я встречаю, что те, которые обвиняют других, это те, которые сами так действуют. И поэтому они так хорошо знают эти симптомы. Мы это очень часто встречаем. Число 1447. Возвращаемся к части Торы. Моисей слышал это, и что он делал? Пал на лице свое. Мне кажется, у него нос был поломан, потому что он так часто падал на свое лицо. И сказал Корею, всем сообщникам Его, говорю, «Завтра покажет Господь, кто Его и кто свят, чтобы привезти Его к себе, и кого Он изберет, того и привезет к себе». Вот что сделаете? Давайте вы это попробуете. Кто помнит, когда было открытие Скини, что произошло? Самый первый день, когда Скини была инаргерация, два сына Аарона умерли, потому что они странный огонь принесли. Они взяли этот огонь с алтаря, но не свой огонь принесли. Он говорит, если вы думаете, что вы священники, давайте вы плавового не положите. Давайте это попробуем. Я думаю, это очень интересно. Он говорит, возьмите себе кодельницу и завтра положите в них огонь и в их курение пред Господа. И кого изберет Господь, тот и будет свят. По новому сыну Левины. Число 16, 10, 12. Он говорит своему доверному брату. Он предписывал себя и собою всех братьев твоих, сынов Леви, и вы домогаете еще и священство. Итак, ты и все твое общество собрались против кого? Господа. Моисей это не чувствовал, что это лично против него. Он говорил, что они идут против Господа. Что Аарон, что вы ропите на него? И послал Моисей. После того, как он позвал Леви, он потом начинает говорить с сыновьями Рувима. И мы читаем. Он позвал Дайфана и Верона, чтобы они пришли к нему. И что они говорят? Не пойдем. Ладно, значит у вас все сейчас изменится. Число 16, 13. Разве мало того, что ты вывел нас из земли? Тедафан и Верон. Они обращаются к Моисею. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, которая течет молоко и мед? Они говорят, что Египет это была земля с молоком и медом. Чтобы погубить нас в пустыне. И ты еще хочешь власть над нами? Очень интересно. Тедафан и Верон, они любили нарушать покой. Что интересно? Они говорят, они братья. И что они говорят, Моисей? Ты еще хочешь власть над нами? Вот видите, с чем это связано. Давайте откроем исход. Возвращаемся к исходу 2, 13, 14. И вышел на другой день, и вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающему, «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал, «Кто поставил тебя начальником и судей над нами?» Тедафан и Верон, это были двое, которые ссорились. Это двое, которые ссорились. Вот с половиной назад. Или можно даже сказать 40 лет назад. «Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал, «Верно, узнали в этом деле». Что 40 лет спустя, он возвращается, и потом они идут в пустыню. Это двое, которые ссорились в Египте, когда он убил египтянина. Когда мы подумаем, это Кора, это был первородный Исахара. Как первый, он чувствовал, что его должны были избрать. Вот это первородный, Исуэл. Он стал лидером Когата. Он даже не священник. Конечно, ему это не нравится. И Калена Рувима тоже это не нравится, потому что, хотя они были первородные, у них нету тоже певелей. И так он хочет людей, которые согласятся с ним, и так они собираются вместе. А эти 250 начальников, что им было приобрести с этого? Ничего. Они светили свою смерть, потому что на них влияли недовольные, ропщущие соседи. И поэтому надо быть очень осторожным. Вот слушайте, кто ваши друзья? Если у вас есть три друга, которые возмущаются, ропщут, вы просите, чтобы их тоже из тебя истебили вместе с ними. Нам нельзя окружать теми, которые негативно влияют, те, которые всегда возмущаются о других или всегда возмущаются о лидерах. Но что также интересно, кто желает мир? Может, настоящий мир или лживый мир? Может, кто-то бы сказал, почему Бог и Моисей не могли просто дать счастье коре, чтобы Корея была счастливой, и никто не умер. Но Корея не словала против Моисея, он был против Бога. И проблема, что сегодня люди стараются принести мир вместо того, чтобы решить эту проблему. Я не поделился во время первого служения, но что интересно, какое еврейское слово для мир? Шалом. Какая первая буква в шалом? Шэ, шин. И каждая буква в еврейском также есть слово. И буква шин – это поглотить или истребить. На древнем еврейском языке – это W или Ш, потому что это было благословение, которое означает L-Sh-Da, и Бог – это как огонь. И шин показывает – это устребить или поглотить. Но это также первое слово для мира. Как ми, как первое слово, или первая буква – это истребить или поглотить. Какая следующая буква? Ламин – это L. Что ламин выглядит? Это как была палка пастуха, а пастуха показывает власть. И настоящий мир проходит, когда истребляет власть. Есть ВАВ, и что ВАВ – это звук О. Это гвоздь, который соединяет вместе. Последняя буква – это МЭМ. Это делается с буквы МАМ. МАМ – это вода. И это как волны, которые как цунами. И поэтому приводит этот хаос. Настоящий мир нас айот, когда выстребляет. Это власть, которая связана с хаосом. Это не умиротворит что-то. Очень часто мы не убираем власть, которая приводит к хаосу. Вместо того, мы берем этот грех в темницу, потом посещаем и узнаем, как у него дела. Какое еврейское слово для покаяния? Шува. Или Шув. Что буква ШИ означает? Это поглотить, изребить. А что буква Бей означает? Это дом. Покаяться. Это сжечь дом. Потому что вы не могли возвращаться. Опять, как в Египте. Им не надо было никогда возвращаться в Египет. Очень часто, когда мы каемся, что мы делаем? Мы возвращаемся, потому что мы не сжигали этот дом. Нам интересно, как у него дела или что там происходит. Покаяние – это надо истребить, сжечь дом. Вы не можете возвращаться. Надо только прийти к Богу. И что мы читаем? Числа 16, 21-27. «Оделите от общества сего, и я истеблю их в мгновение». А что Аарон и мы сидели опять? Пали на лица свои. Сказали, «Боже, Боже, Духов, всякие плоти». И это что Моисея говорит? Один человек согрешил, а 250 начальников или сыновья Рувима. Моисея их прощает. И он говорит, что Корея – это источник. И не ушли на все общества. И сказал Господь Моисею, «Скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища, Корея, Тафана, Аверона». Но, а этого человека, а почему Анон здесь упоминается? Анон исчез. И почему? Многие объясняют. Это что его жена предупредила. Он говорит, «Если будешь с ними, то ты тоже умрешь». Он покаялся, потому что его жена правильный совет дала. Ура! Мы рады за своих жен. Мы благодарны за своих жен. Сам Моисей. И пошел к Тафану Аверону. Потому что они хотели прийти к Моисею, и поэтому Моисей приходит к ним с старейшими Израилами. И сказал обществу, «Отойдите от шатров нечастливых людей, не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех кряхах их». «О, ладно. Да, пусть они умрут, и я просто возьму, что у них есть. Они мертвы. Теперь я могу взять себе». Но нельзя трогать то, что остается, чтобы она лежала им. «И это же не со всех сторон. От женщины Кореи, Адафана и Аверона вышли и соедут двери шатров своих, с женами своими, с сыновями своими, с малыми детьми своими». 30-31 стих. А если Господь, Господь сотворит необычайное, и земля разверзит уста свои, поглотит их, и все, что у них, и они живые, сойдут преисподнюю, не мертвые, а живые, сойдут преисподнюю, то знайте, что люди сей презрели кого? Моисей может сделать, чтобы было землетрясение? Что было интересно, не только во время этого землетрясения, это не только открыло рот, но потом закрылось, и потом они живые сошли преисподнюю. Итак, и что прекрасно, прочитаем дальше, числа 16-33-35. И сошли их со всем, чтобы жить им, живые преисподнюю, и покрыла их земля. Она закрыла рот, и погибли они из среды общества, и все израильчане, которые были вокруг них, побежали при их вопле, «Дабы о вредни и нас не платила земля». И вышел огонь от Господа, и пожал тех 250 мужей, которые принесли курение. Они принесли этот странный огонь, чуждый огонь, и они также восстали против Господа. Это очень интересная история. Что произошло с семьей Кореи? Земля их не поглотила. Только Корей сам умер. Но жена его сказала, «Ты глупый!» Она взяла своих детей и убежала. Она ничего не делала вообще с Кореей. Вся семья Кореи выжила. Это почему в псалмах мы встречаем очень много песен, которые написаны сыновьями Кореи. Да, мы опять встречаем их не псалмы. Корея хотела священство. Но может кто-то по закону взять священником, но кто-то сдал священником? Да. Пророк Самуил был его потомок. Самуил, один из сыновей, являлся одним из сыновей Кореи. Не прекрасно ли это? И Самуил – это тот, кто любил Господа. И всегда старался, чтобы все племена не восставали против Бога. Итак, когда мы думаем, Корей – это один образ лже-пророка или лже-христа. Антихрист, который придет, он возьмет эту роль Корея. Есть то, что повторяется. Откровение 19-20. И священ был зверь, и символ лже-пророк, произведавших чудеса пред Ним, которыми они областили принявших на читание зверя и поклоняющихся его изображения. Оба живые брошены в озеро Огненное Горящее Серое. Только двое группы, которые упоминают, что они сошли живые в преисподнюю, это Корей и его группа, и лже-пророк, и антихрист. Это они, которые упоминали, что они были поглощены без смерти. Корей помогает нам понять природу и грех антихриста. Почему? Корей установил свою собственную власть, его собственные заповеди, свое собственное помазание, религиозное то, что он действует. И сходства, которые между восстанием Кореи и восстанием антихриста, очень очевидны. Когда мы изучаем историю Кореи, мы видим, как антихрист будет контролировать людьми и придет власть. Поколение, которое будет перед Иешуэ, мы видим, что многие отпадут от веры, что потом произойдет. Это тело Христа. Все неверующие уже отошли от Христа. Но когда мы слышим, что будет много, которые отойдут, это будет в церкви, которые отойдут от Христа. И они не могут между отличить силу и власть Святого Духа от силы и власти самодельного правителя. Говорят, я босс, у меня есть эта власть. И они не узнают разницу, это была Духа Святого власть или их личная власть. И это то, что они ищут. Что Корея утверждает? Это будет чуть-чуть тяжело принять. Корея утверждает, что божественность, когда Бог избрал, что Бог никогда не избрал Моисея и Иорона, что они были самоправослушенные лидеры. И так Корея не только говорит против Моисея, но также говорит против всей Торы, которую они получили на Синае во время Шавот. Если Моисей просто возвысил себя, то то, что он говорил, что он говорит за Бога, это недействительно. И Тора становится просто человеческим документом. Если все люди одинаково святые, то каждый может создать эту священную книгу, которая будет как Тора. Уже будет много духовных путей, которые можно выбрать. Корея не только брызгал против вызов на власть Моисея, но также он ушел против авторитета Торы, который поставил Моисея в ту позицию. Он также ушел против Божественного Бога. И это теология замещения. Если вдруг Тора теперь нереальная, мы можем от нее избавиться. И христианство Моисея в Моисея в Израиле, это как восстание Кореи. И когда вы это говорите, как верующие, вы говорите, что если мы заместили Израиль, то у Бога ему достаточно власти, чтобы исполнить свое обетование Израилю. Или он был обманщиком? Нет другого выбора. Если верующие заменили Израиль вместо того, чтобы присоединиться к ним, мы говорим, что обетования закончились, и поэтому он начал опять с нами. Читаем Солом 106, 13-18. И здесь мы читаем об этом поколении. Но скоро забыли дела его, не дождались его изваления, увлеклись похотением в пустыне, искусили Бога в необитаемые. И он исполнил прощение их, но послал язву на душу их. И позавидовали в сане Моисея и Иорона, Святому Господню. Разверждалась земля, и поглотила Дафана, и покрылась обшав Иорона. И воззрелся огонь скупище, пламя попадало нечестивых. И предзвели они землю желанную, не верили в слово Ему, и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня. А первое, что верующие делают, которые говорят, забудьте Израиль, и поэтому передвигают свой главный город в Италию. Моисей может создать это землетрясение, чтобы потом земля закрылась? Нет. Но числа 16.41, на другой день всеобщество сынов Израилев возрабатывало опять на Моисея и Иорона, и говорили, «Вы умертвили народ Господень. Время убегать». 44-48 стих. «И сказал Господь Моисею, «Осторонитесь от общества сего, я поглублю их во мгновение». Но что они опять делают? Они опять поломали свой нос, но они пали на лица свои. «И сказал Моисею и Иорону, возьми кадинницу и положи в нее огня с жертвенька, не какой-то странный огонь, возьми огонь с жертвенька и неси скорее к обществу, ибо вышел гнев от Господа». И началось поражение. Взял Иорон, как сам Моисея, и побежал в следы общества, и вот уже началось поражение народа. Он положил курение и заступил народ. Он стал между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. Число 1649. Умерло от поражения 14700 человек. Это очень много людей. Это по делу Корееву. Вы видите, это последствия греха Кореева, что произошло с 250, потом с 14000. Это почему надо подальше держаться тех, кто ропчут. Но они думают, мой грех только на меня влияет. Нет. То, что ты делаешь, может влиять на твоих детей, на твоих внуков, на много поколений после тебя. Нам надо понять, что-то возмущается, это что позволяет, чтобы это было истребление. Очень часто мы слышим, как люди возмущаются о своих лидерах или то, о чем они чувствуют. 617. 12-13. И сказался на Израиле, мы, умирая, погибаем, все погибаем, приближающий к скине Господне умирает, не придется ли всем нам умереть? Бог говорит, приближайтесь, приближайтесь. Она говорит, мы не хотим приближаться, потому что мы все умрем. Бог хотел, чтобы они все поняли, что Моисей и Ирон, они власти. Что он делает? Он говорит всем начальникам, принеси мне палку и какая палка сует живой. Это будет доказательством, что эти люди это лидеры, настоящая власть. 617. 8-10. На другой день вошел Моисей в скиню, и вот жаз Аронов от дома Левина не только расцвел, дал цвет и принес миндали. И вынес все жазы от лица Господня ко всем сынам Израилевых. И увидели они это, и взяли каждый свой жаз, и сказал Господь Моисею, «Положи опять жаз Аронов пред Ковчегом Откровения на сохранение в доме Ля Кво, для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умерли». Он должен взять этот жаз, который показывает его и Арон, чтобы все могли смотреть и понимать, что Моисей и Арон отвечали за всех, были в власти. И дальше, когда Моисей рассердился над непокорных, это он схватил эту жазу, и потом им попало. Следующий стих. Моисей так сделал, как ему Бог повелел. Так он исполнил. Почему он два раза, два раза, два раза сказано? Почему они просто не могли сказать, что Моисей сделал, как ему Бог повелел? Потому что у него было это несогласие с Богом. И Богу пришлось два раза сказать. Давайте расскажу разницу между тем, кто ищет власть, и тот, кто смиренный. Те, которые были против Моисея, говорили, что у него сильно много силы. Когда мы это понимаем, что Моисей и Арон, и они были помазаны, и они не хотели. Они не хотели это делать. Моисей говорит, я не могу говорить. Я не тот, которого ты хочешь. Но Бог всегда ставит тех, кто смирен в власть. Вы знаете, что это восстание, это было уже четвертое. Какое было первое восстание? Это когда золотой телец. Следующее было. Можем мясо. Третье восстание, это были соглашатели, которые приняли плохую новость. Это уже четвертое восстание. Но другие три раза Моисей, он говорил между Богом и человеком, но здесь это лично. Вы только лично против меня идете. Но Моисей, понятно, не был про него. Он все равно переживал за всех людей, которые могли быть истреблены во время этого восстания. Ему было все равно о своем славе. Его только интересовался Бог. И почему он так два же сделал? Он не сильно хотел делать, потому что он был такой смиренный. Он не хотел, чтобы было то, что показывало, что он уникальный. И Бог сказал, да, ты это сделаешь, и поэтому Моисей потом сделал. И он это два же сделал. Читаем 1 Коринфянам 10, 10, 11. Вы должны понимать, это контекст этого стиха и этой части, только мы изучаем сегодня. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителей. Все это происходило с ними как образы для нас, описанное в населении нам, достигшее последних веков. Мы знаем, что одна группа была поглощена, другая была слимлена огнем, а другая группа была казнь послана на них. Начинаем числа 26, 11. Но сыны кореевы не умерли. Вау. Потомки Кореи освободили от этого родового проклятия зависть и горечи. И они написали 11 псалмов. Сказав это, давайте встанем. Будет перерыв. И потом мы возрождемся. Наша честь и царь, мы так просим, чтобы каждый из нас были уши, которые слышат, глаза, которые видят, сердце, которые понимают, как Твое слово вечное. Нам надо учиться с прошлого, чтобы нам не повторять те же самые ошибки. Если это поколение, когда уже конец мира пришел, мы просим, чтобы мы слышали то, что Ты хочешь нам сказать, чтобы мы были как Моисей. И что мы молились о тех, которые, как Моисей молился в Израиле. Потому что мы не должны их заменить, но мы должны отдаться за них. Мы благодарим за тех, кто хочет быть этим светом мира, которые смотрят нас или сейчас, или позже. Мы просим, чтобы они тоже могли превознести Твую Тору, чтобы она была опять в честь, в честь своих пожертвований. Чтобы Твоя Святая Тора была у всех народов. Мы просим во время Ищу. Аминь. Благословен Ты, Господь наш Бог, Создатель и Царь Вселенной. Ты благословил нас всем советом Твоего живого слова. Через силу Духа Святого, через законченного дела, Мессия Ищуа. Ты один посадил между нами жизнь вечную. Благословен Ты, Господь наш Бог. Аминь. Можете идти на перерыв. Аминь. Наш Отец и Царь, Ты великий, я есмь. Мы знаем Ты то, в чем мы нуждаемся. Если мы нуждаемся в Отца, ты наш Отец. Если мы нуждаемся в Друге, ты наш друг. Если мы нуждаемся в Царе, ты наш Царь. Сейчас мы просим, чтобы ты стал нашим целителем. Мы молим о тех, которые мы знаем и любим, или мы сами, которые имеют какие-то слабости физические или духовные болезни. Я прошу за тех, которые физически были ранены, эмоционально, психологически, несмотря на то, в чем это заключается. Мы знаем, ты наш пастух, и ты заботишься о своих опциях. Мы даже молим за тех, которые имеют финансовую помощь. Мы просим, чтобы ты открыл окна неба для них. Может, они нуждаются в работе, в машине, несмотря на их нужду. Может, они нуждаются в еде. Мы просим, чтобы ты использовал нас, чтобы мы были твои руки и ноги на этой земле. Для тех, которые имеют финансовые нужды, мы молим о нашем народе и тех, которых вокруг мира, молитесь о своих лидерах, политических, военных или религиозных. Мы знаем, что наш народ. В Америке скоро будет голосование. У нас много нужд. Мы просим, чтобы пробуждение пришло в нашу страну. И все народы земли, которые сейчас нас смотрят. Мы хочем быть эти народы овц, а не коз. Мы молимся о Израиле в это время. Чтобы ты принес свое пробуждение туда так же. Чтобы твой дух действовал между твоими людьми. Охраняй их от их врагов. Мы просим пробуждение произошло в сердцах их лидеров. Мы благодарим этому имя и шоу Аминь. Вы можете присесть. Мы уже посмотрели, кто нас сейчас смотрит. Есть которые по лайв стриму. Те, кто на фейсбуке, на ютюбе. Когда мы смотрели на номера. Для тех, кто нас сейчас смотрит. Здесь люди в Ираке. Может, даже наши солдаты. Много лет назад, когда мы только начали лайв стрим, арабы, люди с арабских стран сюда смотрели. Мне было интересно, это были враги или друзья. И она работала в Пентагон. И она работала, чтобы они зафиксировали в... Я попросил, чтобы она посмотрела на мой сайт и проверила, кто из мусульманских стран нас посмотрели. Это все солдаты с нашей страны, которые смотрят нас на своих базах. Не только в Ираке. У нас есть люди в Кене. Найдерия. Сауд Африка. Непал. Каймен острова. Париж. Индия. Филиппины. Канада. Израиль. Иландия. Некоторые из нас, может, присоединились с того, как мы начали. Но когда мы начали, то мы имели 47 штатов, которые нас смотрят. Мне кажется, сейчас уже 50 нас все смотрят. И очень много других стран. Я так очень рада знать, что в Светоре идет все эти разные страны. Я упомянул на прошлой неделе, что я провел неделю в Корее и учил в Корее. У меня был переводчик. Интервью, когда я показал, у нас было 3000 присмотров после, может, 1-2 дня, после того, как 2 дня прошло. Только 10 дней прошло, и уже 65 тысяч корейцев посмотрели. 65 тысяч, те, которые посмотрели. Я так благодарен за все, что Бог делает в этом мире. Да, мы будем лететь в Израиль. В сентябре, 1-12, было чуть-чуть изменения. Из-за того, что происходит, мы не смогли в некоторое место попасть. Но мы нашли другие места, куда мы можем попасть. Кто знает, где Индия и Пакистан находятся? Кто знает, что они воюют между собой? У них обоих есть оружие. Если Непалка, это нейтральная страна. Так если у вас... Если есть паспорт Пакистана, то вы не можете Индию. Если у вас индейский, то вы не можете Пакистан. Но если мы будем делать конференцию в Непале в марте, потому что это нейтральная страна, у нас будут пастыря, которые будут ехать в Индии и Пакистан в Непал. Я очень не могу этого дождаться. Вы готовы? Пристегнитесь. Мы здесь будем заканчивать 13 атрибутов Божьих. Мы уже пришли половину. Мы сейчас перейдем в вторую часть. Матфея 20, 30. Вот два слепых человека, которые сидят на дороге, и когда они услышали, что Христос идет, они сказали, «Господь, помилуй нас, ты сын Давидов». Вы знаете, что это означает? Что это означает, что они это сказали? Его отец был Иосиф. Когда они сказали, что Иосифа есть сын Давидов, что они означают? Это означает, что они назвали его Мессией. Слепые знают, что он был Мессией, а те, которые зрячие, то они не поняли своего Мессию. Не прекрасно ли это? Кто любит, кто помнит слепого Вартимея? Вы знаете, что Вартимея означает на еврейском? Сын нечистый. Привет, мое имя, сын нечистого. Да, и он был слепой. И когда мы читаем историю, давай я спрошу, кто прошел что-то трудное, вы кому-то рассказываете, потом узнаете, что этот человек даже вас не слушал или не было интересно. Кому-то это знакомо? Вот двух мест. Это время, когда Мессию же надо умереть. Он идет со своими учениками. Он с ними провел тысячи с половиной года. И он говорит, сын человеческий, его побьют, его будут на нем издеваться, и потом он умерет. И знаете, как они реагируют? Господь, мы можем сесть с правой и левой стороны? И бы их просто ударил. Вы что, меня не слушаете? Но они даже не поняли, кто это сын человеческий. Он сказал, сын человеческий. Те люди, которые ближе к кресту, они даже не увидели. А в тот момент, этот слепой человек, помнишь, дети пришли, и ученики их отталкивали. Говорят, почему? Эти дети не помогут нашей церкви. Церкви не помогут нам построить нашу церковь. У них нет власти, нет денег. И потом этот богатый начальник, у которого есть власть, и его приглашают. Но ему не было это интересно, поэтому он сам ушел. И все же это история в Артеме. И они стараются, чтобы Артемей подальше держался, потому что у них нет власти, ни силы, ни богатства, и нечистых. Но он, это он говорит, ты, месье, ты, сын Давидов. Хотя он был слепой. Религиозные люди даже не могли поверить, что те, которые все пренебрели, и те, которые этот мир пренебрег, их не хотели, то они приняли Христа, до кого он был. Я говорю, Господь, помилуй. Еще мы слышали, уже поняли про 13 атрибутов. Когда это все любовь, это милость. Верующие сказали, что в Старый Завет, он был какой-то группой, теперь он добрый. Нет, он всегда был милостив. Старшизаконим 32.4. Он твердыня, совершенные дела его, все ее пути праведные. Бог какой? Берин. И нет неправды в нем. Он праведен и истинный. Кто когда-то слышал о Фрэнсе Шейфер? Он был прекрасный. Некоторое время назад, в 18-м столетии, в 19-м столетии, он написал пару книг, он говорил, настоящая правда, или истинная истина, или истинная истина. Он любил философию. Он был рожден свыше также. Кто знает, что сегодня твоя истина не может быть моей истиной? Истина не стоит истина. Старшизм 2000 лет назад это была философия, что правда, это есть разное. Твоя правда может быть различаться от моей. Это что сейчас происходит. Помните, Пилат, он спросил, что такое правда? Он тоже был соиз. Это 300 до нынешнего эры началось. И вопрос заключается, что в реальности правдивое. И давайте дальше печаем. Салом 24, 10. Все пути, некоторые не все пути, Господни, милость и истина. Кранящим завет его и откровение его. Псалом 99,5. Ибо благо Господь, милость его вовек и истина его в род и род. Истина его в род и род. Так милость доходит до всех поколений. Псалом 118,30. Я избрал путь истины, поставил перед собой суды твои. И мы знаем, что еще есть путь и истина, и жизнь. Восьмой атрибут, он не просто истина, он обильный в истине. И появится это Рав Эмет. Когда мы думаем о истине, идем на суд. Вы когда-то были в суде, может, вы получили тикет, вы превышали скорость или нет. Когда мы думаем об истине, мы думаем, это то, что справедливо. Ты осужден, потому что ты поломал закон. Но Божий отрубит атрибут правды, мы знаем, что вначале было Аллахим, это сила, Создатель, Судя. И есть Господь Бог и Господь Юви Харви. Это показывает, что Он милостивый Бог, любящий Бог. Он не просто строгий Судя. Если всегда была основана на истине, то мы все были уже мертвы давно, потому что заплата за грех это смерть. И кто согрешил? Мы все решили, поэтому мы все заслужили смерть. Нам надо понять, что Божия истина, она связана с милостью. Есть милость и истина. Например, Бог обижал обитованную землю Аврааму и Захи Якову, но не приобрели ее? Нет. Но когда мы думаем об этом, если Бог истинный, Он должен воскресить Его из мертвых. Как мы саддуки могли не поверить в воскресенье, когда они знали, что Бог истинный, и Он пообещал им, и ничего не получили. Поэтому Бог должен воскресить из мертвых, чтобы обитование исполнилось. истина сама только осуждает нас. Но превосходящая истина нагодит ценность условия зли. Почему? Потому что истина становится часть процесса роста, от которого может возникнуть добро в будущем. Вот земля читаем, что написано в Даниле 8.12 «И воинство предано место ежедневной жертвою за нечестье, и Он, повергая истину на землю, действовал и успевал. Есть истина на небе, и потом поверг истину на землю». Теперь она в земле. Итак, что Господь делает? Читаем дальше Псалом 8.4.10.11. Милоси истина встретятся. У них была конференция, они встретились. Это у этого человека можно обвинить. Правда и мир облобы зайца. Истина возникнет из земли. Что мы встречаем? Истина выходит, она теперь в тучах, теперь она входит в небо. И что означает? Кто знает, что земля была проклята? Бог проклял землю. Истина была повергна в эту проклятую землю. Но кто знает, что мы из земли сделаны? мы это сосуды из земли. Когда мы грешим, мы встаем, приходит потом смерть. Большие проблемы. Наша нечестивая природа нас идет. Это земля, где Истина может расти. Это земля, которая имеет проблемы. Да, у нас есть греховная натура в нас, или природа, которая хочет грешить. Но что Бог сказал? Бог сказал, Он видит больше ценностей, то, что может расти из этого неидеального состояния, чем тот, кто никогда не грешит. Да, может быть, идеальность. Бог бы любил, если мы были идеальны, но Он видит высшую ценность, когда греховная натура приходит истина, мы рождаемся свыше, мы каемся, и теперь мы в лучшем состоянии, чем те, которые никогда не грешили. Рав Эммет — это идея, что даже зло может быть использовано для блага. превосходящее истина, Рав Эммет — хотя они жестокие сердца, вековные сердца, но когда мы призываем имя Господа, пусть даже истина произойдет из этого. Тогда что происходит? это его девятый атрибут. Это сохраняющая милость в тысячи. Что вы думаете? О чем вы думаете, когда вы слышите милость в тысячи? Тысячи что? Тысячи людей, но на этой земле только 8 миллион людей. На евреи он хранит милость в тысячи родов. милость переходит одного поколения в следующий, которые часть этой семени Авраама, те, которые часть этого обетования. Исход 34.7 сохраняющий милость тысячи родов. Тысячи родов, прощающие вину и преступления и грех. Вы знаете, что это три разных слова на английском и на еврите. Некоторые думают, что весь грех это то же самое, но весь грех не то же самое, не одинаково. Но не оставляющие без наказания наказавшие вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Он дает милость в тысячи родов, но наказывает за вину на три или четыре поколения. Некоторые знают часть этого проклятия, которое приходит с рода в род. Но мы просим, чтобы это пятое поколение, чтобы это проклятие не влияло на нас. Итак, Божья милость сохраняется тысячи родов, но эти наказания только на три-четыре. Что мы читаем, когда мы молимся о хеседла Аллафове, Господь, помоги нам продолжать этот путь, который Авраам начал. Потому что Авраам был человек веры. Итак, мы не заменяем это семя Авраама, мы съем частью этой семени. Если мы говорим, что церковь это уже свое отдельное вещь, то мы отделяем себя от этого благословения, которое было дано семени Авраама. Пасха была исполнена каждый год 3500 лет. Не 2000 лет, а 3500 лет. Итак, мы можем стать часть этой линии. Мы просим Господь продолжать то, что Авраам начал. Мы не говорим, начни опять с нас. И мы приводим десятый атрибут. Это прощающих. Три разных вещи здесь написано. Но прощающих носах это значит поднять. Что он прощает? Он прощает вину, преступления и на еврейском как на английском это три разных слова. это разные уровни греха. И мы будем смотреть и увидим, как Бог все эти прощает. Эти проходят на многие поколения. Бог сказал, что часть этого обетования не оставил еврейский народ. я пропустил эти стихи, но я к ним возвращусь. Когда говорит, что его сохраняет милость в тысячи. Давайте послушаем Исаия 54, 10. Горы сдвинутся, и гомые поколебятся, а милость не ступит от тебя, и завет мира моего не поколебится, говорит милующих тебя Господь. Это Господь больших букв, означает, что Он будет иметь милость над Изралем. Писаем Иеремия 31, 35, 37. Так говорит Господь. Замечаем, сколько раз мы читаем Господь. Каждый раз, когда Он встречается, означает Ювей Гадвей. Какая разница между Господь и Бог? Бог Он Судья, Он справедлив, Он правитель, Он босс. Но Elohim, какое слово, которое переводится как Бог, мы встречаем в аппетит 1, но 2 главе, когда человек создан, уже не Elohim, а теперь Господь Бог, Он милостивый Судья. Он создал Адам и Еву, что Он не мог только справедливости действовать, потому что мы все были мертвы. Теперь Он говорит, этот милостивый добрый Бог. Когда вы это читаете, поймите, что Господь Ювей Гадвей, Он полон милости. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луны и звездам для освещения ночи, которые возмущают море, так что волны его ревут. Господь словов имя его. Если все уставы перестанут действовать передо мной, говорит Господь, то и племя Израильева перестанет быть народом передо мной навсегда. Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху и основание земли и следование внизу, то и я верну все племя Израильева за все, что они сделали. Говорит Господь. Вы знаете, что его поколение на тысячи родов, а только шесть тысяч лет прошло, но это тысячи родов. Значит, Господь не оставит евреев. Это неправильность в теологии замещения. Церковь учит, что мы заместили. Я когда был в Пиалфер, у нас была эта палаточка, где люди могли подгодить. Люди не могли понять, кто мы такие, потому что у нас были христианские и еврейские слова, но были еврейские и христианские книги. И другая церковь, которая там была, это был Излам. У них тоже была эта палаточка. И мы были за Израиль. И напротив от меня была еще палаточка. Он какие-то инструменты. Он тоже был верующим. Он на меня смотрел, в нашу палаточку, старался понять, мы верующие или мы евреи. Ему это было 20. И он подумал, что он наконец понял, он подходит еврея. Он сказал, вы убили моего Иисуса. Я даже меня там не было. Это было 2000 лет назад, я еще не был живой. И здесь он винит евреев и Израиль. Но даже за то, что они сделали, не имея значения, что они сделают. Когда мы повторяем это имя, мы должны понимать и присоединиться к этой цепочке поколения, чтобы продолжать этот путь благословения, который патриархи начали. Мы не должны использовать наши связи, но нам надо продолжать их путь, не только сохранять их ценности, но и продвигать их. Вы знаете, что каждое поколение, ваши внуки, правнуки, вы не хотите, чтобы они просто верили, что вы верили, вы хотите, чтобы они продвигали это дальше, следующее колено. Когда мы призываем это имя, мы говорим, «Господь, продолжай то, что ты уже делал, потому что мы просто не присоединяемся к этим поколениям, к этим тысячам поколений от Авраама». И потом мы переходим его имя как тот прощающий. Я прощаю грехи. Представьте, если ваше имя это прощающий. И что удивительно, когда мы говорим этих имен, что Бог говорит, что Он готов взять наше восстание, наши грехи и приверти их к грехи, которые мы случайно сделали. Мы стреляли против тебя, мы специально грешили, и ты хочешь запереть эту маленькую ошибку, вместо того, чтобы это был большой грех, это стоит маленьким. Все атрибуты, которые мы прошли, нам надо подумать об этом. Все другие атрибуты, когда Бог показывает милость, были связаны, чтобы грех, чтобы грешник оставался живой через милость Божию. Мы даже понимаем, что мы заслужили смерть, но мы просим, чтобы Бог сохранил нашу жизнь, пока мы продолжаем грешить. Мы терпим грехи. Нам надо понять, когда есть грех в нашей жизни, оно истребляет, есть последствия, это ошибка повлияло на 14 700 людей. Очень много людей, которые были задействованы когда из-за греха Кореи. Есть когда мама принимает наркотики, и потом ее ребенок рождается с проблемами. Наши ошибки не будут только влиять на нас. в Библии мы читаем как грех это грязь. Даже если Бог соглашается наказать нас за грехи сразу, они ранят и нас, и мир. И читаем Луки 23 34 И вот они специально убили Мессию. И вот читаем что Он сказал. Иисус говорит, очень проси им, ибо не знают, что делают. И здесь Он берет их отступничество, прибивает к греху, к Христу, и говорит, давайте на другую ошибку. Это не специальный грех. это трудно мне понять. Бог не только прощает, но несет эту тяжесть нашего греха, но позволяет, чтобы они были погрешены его бесконечной добротой. Марка 2 10 Чтобы вы знаете, что он имеет власть прощать грехи. Я говорю, подними свою постель, иди в свой дом, и все сердятся, да, я могу просить тебя, если ты что-то сделал против меня. А как я могу просить то, что ты сделал против другого? Только Бог это может сделать. И это, что Ишю там показывал. Я говорю, кто ты такой? Ты думаешь, это Бог? Он такой, да, конечно. Это тоже будет трудно понять. Иеремия 17 14 Иеремия 500 лет перед Мессией и на кого они призывали для спасения? Это Господь. Еще Мессия не пришел. Так они призывают Господа, чтобы быть спасены. Исайя 43 3 «Ибо я Господь, Бог твой, Святой Израиль и Спаситель твой». Если вы евреи, вы думаете «Ювей Хадвэй» это «Мой Спаситель». Это понятно? Исайя 43 11 Это пару стихов спустя. «Я Я Господь и нет Спасителя кроме меня». Кто Спаситель Ювей Хадвэй? Исайя 45 21 «Объявите и скажите, посоветовавшись между собой». Кто возвестил это из древних времен? Исайя 2700 лет перед тем, но он все равно говорит как будто это уже произошло. «Не я ли Господь и нет иного Бога кроме меня, Бога праведного и спасающего нет кроме меня». Нет другого. «Сколько Господь был? Сколько спасителей? И как его зовут? Ювей Хадвэй?» Читаем Мисля 49 56 «И приснят ли твоих на камню собственно их плотью не будут упоены кровью своей? Это еврей язычник всякой плоть узнает что я Господь спаситель твой искупитель твой сильный Яковлев». Читаем Мисая 60 16 «Ты будешь насыщаться молоком народов и груди царские сосать будешь и узнаешь что я Господь спаситель твой и искупитель твой сильный Яковлев». Что они опять слышат Ювей Хадвэй? Это их спаситель. «Сколько других богов? Нет никого другого». И читаем Осия 13 4 «Но я Господь Бог твой в земле египетской и ты не должен знать другого бога кроме меня и нет спасителя кроме меня». Нет другого спасителя кроме меня. Нам это понятно. во время «Евреи верили только один Господь» Ювей Хадвэй. И читаем Тита 1 3 4. Он показал Своё Слово через проповедение «Явил Своё Слово проповеди верной мне по повелению Спасителя нашего Бога Титу и Снамусину по общей вере благодать милость и мира от Бога Отца и Господа Иисуса Христа Спасителя нашего». Мы должны понять «Ешуа есть Ювей Хадвэй». «Ешуа есть Бог». Он не отдельный Бог, не отдельный Спаситель. Читаем Римлянам 10, 10, 13. «Потому что сердцем верует праведности, а устами исповедует к спасению. Ибо Писание говорит одно Писание, которое они имели от Татанак, от Тора, всякие верующие в Него, в Господа, не посадиться. Здесь нет различия между Иудеем и Еленом, «Потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающий Его, евреи и язычники, во всякие, кто призывает имя Господня на имя Ювей Хадвэй, спасется. Евреи, которые призывают Ювей Хадвэй, будут спасены, и язычники, которые призывают на Ювей Хадвэй, будут спасены. Когда мы призываем эти качества и атрибуты, мы просим, чтобы Бог натализовал эти вредные последствия нашей грехи, чтобы они превратились в непреднамеренные грехи. Очень многие люди думают, что все грехи то же самое. Грех – это как процесс. Если у меня стрела, и я стреляю на камеру, я стараюсь попасть в средину, в первый уровень, когда я не попал в центр. Есть прогрессия или процесс, когда мы дальше, дальше. И пройдет время, когда мы даже не смотрим на нашу цель. Когда мы решили это означает, что мы не попадем в цель. Это мы никогда не попадем, мы в центр не попадем. И поэтому есть разные уровни греха. что мы должны понять, когда мы призываем это имя, Господь, пожалуйста, нейтрализируй наши грехи и превращай их в нечаянные грехи. Вот это процесс греха. Первое, это когда мы не попали в цель. Потом есть беззаконие, это как это проступок и специально это умышленное преступление. Вы думаете об этом и тогда это делать? Тогда есть неверные. Это слово маал и это означает те, которые тратят то, что ему доверится. Мы читаем Левита 5.15. Если кто идет преступление, это слово преступления, это маал. И следующее, это авэал, которое означает быть несправедлив или дискриминировать или что-то неправильно сделано. И мы это встречаем Левитом 19.15. Не делайте неправды на суде. Не будь лицеприятен к ничьему и не угождай лица великого. Но кто знает очень часто судь они следят если все знаете в Конгрессе какой-то другой стандарт чем для бедного. Если у тебя есть деньги, то я могу тебя просить. Тогда следующая группа есть пророчность это Амаль. Мы читаем число 23-21. «И не держал не видно беса в Якове незаметно несчастье в Израиле». Это другой способ. Есть тот, кто упрямо непослушный или бунтует и это мара. Есть этот злой раша. Это злой сильной воли. «Ты любишь быть злым». Есть «не овен», а «вен». Это жить бесполезно. Есть «раа» последнее. Это великое грех, великое зло. Мы встречаем это в Бутие 6-5. «Пятый сих» «Перед потопом и видел Господь, что велико разрушение». Это великое разрушение человека на земле. И что все мысли, помышления в сердце их были злой во всякое время. Разница, например, если есть пятнолетние, они разбили стекло, когда они … А есть также подросток, который берет этот камень, бросает в стену, и потом эта стена разламывается. Это разница между уровнем греха. Когда мы думаем, что Бог истребил мир потопом, потому что даже все помышления и их средства были злые, что уже нет возврата. Если ваза разбита, то ее можно как-то склеить. Но пришел момент в человечестве, они так старались истребить землю, что даже ее невозможно было восстановить. Если земля будет истреблена, то она не вами будет истреблена, мною. И это что произойдет на этой планете, где мы живем скоро. Человек постарается истребить эту землю, но Господь говорит, если я истреблю эту землю, то это я сделаю моим способом. Но Бог прощает все эти беззаконные грехи. Из них атрибут, это тринадцатый. ванаке ловьенаке и не защищать те, которые нечестивы. Что это означает? Если мы не покаялись, если мы согрешили, и мы не покаялись, мы должны понять, что одна причина, почему мы еще существуем, это из-за Божьей милости. Если вы каетесь, но вы не согрешили, но не каетесь, каждый дыхание, это Божья милость, чтобы вы продолжали жить. Вау! Божья милость, это что хранить нечестивых живыми. Мы думаем, смотри, сколько нечестие происходит в этом мире, сколько зла. Бог может убить каждого этого человека. И почему он это не делает? Он видит эту благость, которая пройдет, если только один покаяться. Как грех имеет влияние, если один покаяться, тот на многих тоже повлияет, и они тоже покаяться. Атрибут Божьей милости это что хранит этот мир и продолжает вращаться. Вот слова, которые я скажу, или предложение, которое удивит многих. Вы все готовы? Вы пристегнулись и снизу, и сверху? Надо нам каяться перед тем, как Бог показывает нам милость. Не надо каяться. Покаяние не является предпосылкой Божьей святой милосердии. Покаяние это цель Божьей святой милости. Бог хочет, чтобы злые покаялись, нечестивые покаялись, и поэтому мы начинаем, что это благость Божья, которая приводит людей к покаянию. Это не злость Божья, которая приводит к покаянию, но наоборот. Это когда мы понимаем Божьей благость, то мы каемся и говорим Господь, проси, когда я так неправильно действовал, но ты все мной не простил. Если вы заставите кого-то покаяться перед тем, как вы покажете милость, то он может никогда не покаяться. Но это почему Бог умер на кресте, чтобы показать, Он умер, пока мы еще были грешники. Когда мы еще были грешники, потому что Он хотел, чтобы мы покаялись, чтобы мы поняли, как Он любит, что Он готов за нас умереть. Это что-то прекрасное мне, что Бог сам так нас возлюбил, что Он умер за меня. Как мы можем Ему не служить? Это почему на еврейском это те, которые отвергают Христа, это они опять порогаются над этой кровью Мессию и нет надежды для них, потому что если они не приняли эту смерть и если они не приняли то, что Мессия сделал для вас, уже нет ничего другого, что может сделать. У него нет других инструментов. Он не может вас заставить покаяться, что если он вас заставит, это как будто если кто-то заставляет вас стать мусульманином или чем-то другим. Бог это царь Миллах это тот, кто только хочет, чтобы люди волонтерами были. И Бог говорит, что еще я могу сделать, чтобы ты покаялся. Да, я могу тебя заставить, но это бесполезно. Я не хочу это использовать. Это почему нам надо понять. Самое великое, что Бог сделал, пока мы были грешниками, это что Он послал своего сына. и его сын сказал, я умру, чтобы вы могли быть спасены от смерти. Это что столь удивительно мне. Риминам 2.4 Или применегающие богатство благости и кротость и договор пение Божье, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию. Бог хочет бы всех покаяться, даже несправедливые. Но подумайте, каждый из нас, каждый момент, когда мы продолжаем понять, что это Божья милость, которая держит нашу жизнь и продолжает нам жить. Это очень трудно понять. Исход 32, 34, 35. Итак, иди, веди народ, и куда я сказал тебе, вот ангел мой пойдет при тобою и в день посещения моего. Я посещу их за грех их. Бог говорит, я сейчас не буду судить, я дам вам время покаяться, но придет время, когда я посещу их грехи. Потому что пока наказание уже готово, что-то человек уже покается, и уже ему не надо это наказание или последствия. Бог с этим испытанием, которые придут, он надеется, что многие покаются, чтобы им не пришлось пройти это испытание. Но будут те, которые пройдут через это испытание, потому что они покались. когда мы начинаем, что Бог не чешает тех, которые осужены, Бог чешает тех, которые каются, а тех, кто не каются, он не чешает. покаяние покаяние влияет на то, что означает, что мы существуем. Малагия 3, 7. Со днецов ваших вы отступили от моих, и не соблюдайте их. Обратитесь ко мне, я обращусь к вам. Это близость. Бог говорит, я хочу быть близок к вам, чтобы вы пригодили, чтобы я мог прийти к вам. Псалом 42, 42, 12. Как лань желает поток воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жажет душа моей к Богу крепкому, живому, когда приду, явлюсь при Рисе Божьем. Вот человек, который любит заповеди, кто любит Господа, он не может дождаться и явиться перед Богом. Это то, когда есть эта близость, это очищение. как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жажет душа к Богу крепкому, когда приду и явлюсь. Это столь прекрасно, что тот, кто хочет приблизиться к Богу, чтобы Господь сразу возвратился на эту землю. Этот атрибут последний это говорит, что Бог приблизится тех, Он очистит нас. И что я хочу сделать, когда мы заканчиваем служение? Давайте встанем и провозгласим этих 13 атрибутов, которые мы жили последние три недели. Давайте призовем с этим пониманием, что это атрибут означает. Господь означает Господь, который прощает нас перед тем, как мы даже покаялись, Он нам показывает милость. Второй раз показывает милость, пусть мы согресили. И сразу на уровне милости, о котором мы говорили. Давайте скажем это вместе. Господь, Господь, Бог, милостив, добр, долготерпящий, превосходящий в благости, превосходящий в правде, держит милость к тысяче родов, прощающие беззакония, прощающие беззакония, прощают грех, и не оставляют без наказания те, которые виновны. Аминь. Это его имена. У него много имен, но это 13, которые описывают его. Представьте, привет, мое имя, прощение. Моя милость, милость, мое имя, доброта. Казавета, давайте помолимся. Наш Отец и Царь, мы так Тебя благодарим за все, что Ты делаешь в нашей жизни, в нашей жизни. Мы просим, чтобы мы все приблизились к Тебе и поняли Твоя благость и милость, что Ты только хранишь нашу жизнь, чтобы мы могли покаяться, чтобы истина могла сойти из этого нечистого тела, которое мы имеем. И мы даем Тебе всю славу и представляем Тебя, что Ты не только хочешь нас благословить, но Ты хочешь поставить эти имена на нас, чтобы мы могли иметь то же самое атрибуты к другим, чтобы Ты мог принести всю славу и честь. Помоги нам не смотреть на себя и понять смысл всего не в нас, а чтобы славить Тебя. Пусть каждый из нас поймет, что это смысл в нашей жизни. Смысл это Твоя слава. Мы так рады, что Ты любишь нас и хочешь нас благословить, как Ты сказал Арунол Хаврид. Добросите Господь и сохрани Тебя. Добросите Господь и помилуй Тебя. Добросите Господь и все свои на Тебя. Даст Тебе мир. Это самое прекрасное. Аминь. Увидим вас на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!